Документы подписаны Изменения нужны, время меняется, люди меняются, обстоятельства меняются, поэтому изменения, конечно, нужны. Потому что общество меняется, меняется жизнь людей, соответственно, должны быть изменения в основном в законе. Начну с того, что я образованный политолог, поэтому придерживаюсь всегда позиции достаточно нейтральной, то есть я не за правительство и не за оппозицию. Но при этом я хотел бы отметить, что действительно в закон пытаются внести достаточно важные вещи для нашего государства, действительно важные. По крайней мере, все, что касается хотя бы социальной сферы, хотя бы это. Но если говорить о том, как это в итоге подано и о том, что действительно отменяются президентские сроки, честно говоря, очень затруднительно идти и взвешивать. То есть вроде как, ребят, возьмите благо, но мы кое-что у вас отберем. Снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования. Я думаю, что нужно скорее, чтобы с той конституцией, которая есть, чтобы законы были более четко соблюдались, так скажем. А так, может быть, и не надо было бы ее менять. Сунули несколько там таких социальных вопросов, которые якобы изменят нашу жизнь. На самом деле нет, это, я считаю, что это тоталитаризм вводится в государстве полнейший. Но конституция написана в такие годы, такими институтами, что если ее исполнять, мы будем настолько счастливы жить. Я думаю, нечего там менять. Там очень мудрыми людьми все это делалось. И в нужное время. Любое изменение должно быть хорошо объяснено. Если ничего не объяснено, то надо голосовать против. Вот если бы выступали эксперты, постоянно по телевидению, везде, даже по телевидению, может, мало смотрят, но больше информации. Одна позиция, другая позиция. А так, когда ничего нет, всегда есть сомнения в этом. Естественно, поэтому, а раз сомнения есть, всегда надо голосовать против. Вообще в конституции менять ничего не надо в целом, потому что конституция на то и существует, чтобы она была столетиями. Если что-то надо в ней менять, то это должно быть очень широкий, надо конгресс собирать людей, чтобы они-то все рассуждали, определяли. Пытаются все время что-то протащить. Ну, естественно, к этому как можно относиться? Единственный вопрос, который меня волнует, о том, что вводится фиксированная минимальная зарплата, прожиточные минимумы, чтобы пенсии не было больше, допустим, приравнивают. Это считается, что мы плодим бедных. Вот этот вопрос для меня очень актуален. Так что я как-то против этого вопроса. Я буду, конечно, голосовать против. А вообще сам процесс, что конституцию в принципе немножко обновить, ну, надо, временно меняется, возможно, что-то надо поправить. Но только в защиту нашего народа, населения, а не против него. Ну, к сожалению, всех изменений я не знаю. Но то, что предлагал президент, я полностью поддерживаю. Ну, например, поправка, которая регулирует, что наше государство не подчиняется, ну, прежде всего, подчиняется своим законам и в меньшей степени подчиняется международному праву. Ну, по крайней мере, все действия, которые предпринимает правительство и президент, они не регламентированы международным правом прежде всего. Вот это я полностью поддерживаю обеими руками. Честно говоря, даже не задумывалась. Очень много своих личных проблем, поэтому, нет, не думала даже. Что-то по поводу срока президента. Все нормально? Да. Почему? А вы, мне нравится. Примат отечественного законодательства. Нравится. Приоритеты национального законодательства надо международным. А вам нет? Судя по вопросам. Если ты что-то сделал и закон сказал, что ты не прав, значит, ну, есть закон. Дуралекс и длекс. Нет? Значит, ты не прав. Нет, подождите. Есть римское право, да? Есть как бы примат законодательство. О чем вы? Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Другие страны почему должны нам диктовать, как нам жить? Это наша страна. Вот в Штатах попробуйте протестовать международным судам. Ну, не существует такого. Ну, чего вы как ребенок пришли с такими вопросами? Ну, посмотрите, как в других странах. То же самое. Ну, ни один американец не протестует решение американского суда ни в каком международном. Ну, нет такого. И там это нормально. А у нас почему-то считается это неправильно. Ну, я вас умоляю. Я считаю, что это ведет к продлению власти Владимира Путина. И любые изменения в Конституции, они должны гораздо более серьезно готовиться, чем вот так вот с кондачка раз. Набрали совершенно непрофессиональную команду для внесений в Конституцию, на мой взгляд. Добрый день, Владимир Владимирович. Прежде всего, спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. А я теперь понимаю, что это очень важная книга. И читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного. Еще пугает этот момент отказа от приоритета решения зарубежных судов над нашими. Действительно, Конституция – это основной нормативно-правовый акт, который, в принципе, написан действительно умными, знающими людьми и дополнения никакого не требует абсолютно. Если мы будем все исполнять, как там написано, ну и не только мы, а и правительство, и все, и в том числе президент, то мы только будем все довольны и счастливы. Да мне ничего, не могу об этом сказать, не слежу за новостями. Слышал то, что какие-то изменения, но у меня помимо этого еще своих дел достаточно. Кому-то понятно, зачем это ему необходимо, но я не знаю, мне кажется, у нас была так нормальная Конституция, можно оставить такой, как есть сейчас. Ее нужно оставить? Ну, я бы оставила, но я не юрист и не могу вам процитировать Конституцию, но, не знаю, я не вижу каких-то больших предпосылок к ее изменению. Для чего это делается? Ну, кому кто-то заинтересовал в этом, видимо, для чего это делается. Ну, есть еще такая версия, интересная, что, может быть, нас отвлекает еще от чего-то. Как бы, внимание, народу надо отличную Конституцию и что-то еще сделать там незаметненько. Ну, я не знаю, я не большой конспиролог, просто иногда читаешь разные мнения и все. Сменяемость власти должна быть, как ни крути, и это все-таки гарант Конституции. Нельзя убирать статью о сменяемости власти, потому что я считаю это... Ну, многие специалисты со мной поспорят, но я считаю это нелегитимным. Поэтому я никого ни к чему не призываю, но если брать мое личное мнение, скорее всего, я буду в негативную сторону смотреть на поправки в Конституцию, на само голосование. Хвала Путину. Наш вождь ведет нас к светлому будущему. Верим, полностью доверяем. Я не в курсе. У меня телевизора нет. Положительно отношусь. И изменения нуждаются в Конституции. А зачем они? В дополнениях, скажем так. Минимум, что территория, какая она сейчас есть, значит, она такая незыблемая. Никого не отдадим. Что обсуждать это и бессмысленно. Те же самые Курилы обсуждать и тому подобное. Брак, семья состоит из папы и мамы. Это с учетом нынешних реалий тоже важно. Если там еще 20-30 лет назад никому в голову это не пришло, наверное, надо это внести все-таки. Даже не наверное, а надо. Потому что для кого-то это неочевидные вещи могут быть. Можно трактовать так и так семью, что за рубежом и делается. И навязывается нам. Не знаю. Мне изменения не нравятся. А чего? Но мне кажется, что это коснется обычного человека и не в лучшую сторону. То есть, может быть, возможное ограничение свободы или что-то в этом роде? Ну, что-то в этом роде. Вообще, как бы страшновато таких перемен. Мне кажется, что это, ну, не знаю, не очень правильно. Но я обыватель, и у меня, может быть, не очень правильное мнение. Конституции? Я не знаю Конституции, к сожалению. К сожалению, я Конституцию не читал. Изменения, которые будут, они сейчас на что направлены? На то, чтобы лучше жизнь народу сделать или... Я думаю, что на улучшение, конечно. Конечно, на улучшение. Если на улучшение, конечно. Ну, в целях изменения каких-то реформ в России, типа, в лучшую сторону, надеюсь. Да, нормально. В принципе, при Путине... Ну, что-то рубль, правда, падает. Это не радует только. А так все более-менее нормально. Курс у нас плавающий, мы курс не комментируем. Но, тем не менее, хочу сказать, да, никакого уровня ни психологического, ни иного, как триггера для того, чтобы мы начали предпринимать действия по курсу, нет. Ну, на голосование пойдете, да? Ну, наверное, постараюсь, да. Я буду против голосовать. Изменения Конституции. Это единственный закон, который незыблем. Его нельзя изменять. Наверное, не пойду. Нет у меня пока четкого мнения. Я не знаю, но если я пойду, то буду голосовать против. Да, конечно, я схожу, ценю. Я считаю, что гражданский долг все равно, как бы, хотя бы присутствовать в этом мероприятии. Я обязательно пойду, потому что я работаю в госструктуре. У нас нельзя не прийти. Вот. Но буду голосовать, да. Голосовать, я думаю, да, то, что мы пойдем. Потому что, ну, такие изменения, они ни к чему хорошему не приведут. Ну, я думаю, я пойду голосовать против. Потому что, ну, если, конечно, совсем коронавирус нас тут всех не скосит, то надо пойти и все-таки проголосовать. Вот ближе к этому я вот вникну в эту тему и подумаю. Сейчас однозначно не могу ответить. Ну, раз Путин сказал, значит, пойду. Он же наш вождь, ведет нас к светлому будущему. С вероятностью 95% пойду. Но я вижу, что происходит достаточно тяжелая ситуация, связанная с распространением вируса. И есть уже запрет на мероприятие до 30 апреля в Санкт-Петербурге. Поэтому, наверное, сходить стоит. Все-таки это гражданская позиция, ее надо проявлять. Я работал, действительно, в избирательной комиссии какое-то время. И, ну, у нас, вот, в автово, на участке все было в порядке. Правда, ни разу не было каруселей, еще каких-то. Но на соседних участках действительно происходили и вбросы, и мы обо всем этом знали. И, честно говоря, мне кажется, здесь даже проблема не самих выборов, а проблема тех людей, которые занимают какие-то должностные полномочия в избирательных компаниях, в центральной избирательной системе, и во всем этом. Поэтому вопрос достаточно неоднозначный. То есть, как бы, все мы все вроде как понимаем, но при этом я действительно на своем опыте могу сказать, что не все так плохо. То есть, как бы, оно такое, 50-50, лотерея. То есть, вроде как, пойти стоит, отдать голос, но как это все обернется, это действительно большой такой вопрос, и он очень неочевидный и непонятный. Возможно, Путин будет до 36-го года. Как вам эта перспектива? Я не против. Я абсолютно не против, потому что другого кандидата я, допустим, не вижу. А возможно, что их не допускают, поэтому вы и не видите. Возможно. Такое тоже не исключаю, может быть. Ну как, скептически я к этому отношусь. Хотелось бы каких-то перемен. Не запевать же всем цоя, перемен требуют наши сердца, знаете. Это уже можно расценить в нашей жизни как призыв к экстремизму, и, знаешь, можно подуть на воду. Ну, понимаете, я трусливый человек, и мне хочется сидеть в тюрьме, поэтому, да. Поэтому просто ходишь молча, грустишь. Я не знаю, мне без разницы, если честно. Да? Да, ну пусть остается, я не против. Я не знаю. Ну, мне как бы нейтрально отношусь к этой теме. Да, главное, что Путин знает, что делает, наверное, так. Пускай делает свое дело. Я за Путина, а он военку поднял. Я больше по военной тематике. Мы не ходим на выборы, поэтому вы особо не... Нет, хотя у меня есть, наверное, мнение на этот счет. Отдаленно как-то скажу. Если есть несколько точек фастфудов, например, то они конкурируют между собой, и тем самым становятся лучше. А если у нас будет один человек постоянного власти, то он не будет улучшать ничего. Он просто будет сидеть на нагретом месте, как мне кажется. А если ему кто-то сможет составить конкуренцию, тогда он будет стремиться делать лучше и страну, и себя, и все, что его окружает. Поэтому мы против. Да, мы против, наверное, того, что Путина останется. Нужно, чтобы постоянно производилась смена, брать друг от друга лучшее. Ну, допустим, какой-то другой человек станет президентом, он сделает что-то лучше. Потом снова Путин вернется, он что-то сделает лучше, чтобы усидеть как бы на своем месте. Поэтому, мне кажется, нужно, чтобы менялись люди. Это, конечно, вызывает сомнения, но этим мнением, конечно, никого нет пока рядом. Политика вроде как президента, его политика правильно, она настроена на то, чтобы Россия была сильным государством в мире. Мне кажется, он сам не будет так долго. Есть какие-то физические возможности у людей, какие-то моральные. Я думаю, он человек ответственный, вряд ли он останется на такой год. Ну, посмотрим. Я думаю так, он любит, наверное, Россию. По всей видимости, поймет, если поймет, что пора уходить. Да он, наверное, и сам уйдет. Если преемника хорошего подберут. Я думаю, я не думаю, что он такой прям аморальный наш. Я люблю своего президента, к сожалению. Вот не у того вы можете спросить. Я очень люблю своего президента. Меня никто не понимает, но я люблю своего президента. Приняв такое государство, все-таки он старался сделать что-то. Старался. Конечно, он же не один руководит. Я думаю, он искренне старался сделать все-таки Россию достаточно сильной. Поднять ее. Другое дело, не все же успеваешь. Одни аспекты он успевал, а другие нет, конечно. Нет нашей России. В России у нас нет хороших руководителей. Не было, может быть, не было. А так, конечно, жалко, что, судя по тем комментариям, которые дают новая конституция, что именно вот эти вопросы социальные, они как раз против народа. Как бы вникнуть в них, понять их. Но то, что на самом деле все беднее и беднее мы делаем, и по всей виду будет закреплена вот эта вот минималка по поводу пенсии и социальных выплат. А раз Путин сказал, значит надо. Полностью доверяем Путину. Наш вождь ведет нас к светлому будущему. Мы в демократичной стране живем? Ну, хотелось бы, да? Хотелось бы жить в демократической стране. В демократической стране народ должен решать, кто будет у власти, правильно? Ну, если президент плохой, они его через 4 или 6 лет переизберут. Если он хороший, почему он не имеет права еще раз пойти? Когда нужно было в Америке, сколько раз Рузвельт избирался, нарушая как бы действующие законы, а? Там было тоже 2 срока, но он избирался на 3 и на 4, и он умер на своем посту. Его не переизбрали. Но это демократично, если народ решает, кто будет президент. И какая разница, сколько раз, если он как бы вменяемый решает. Вообще не проблема. Не понравится, народ другого изберет. Очень трудно какую-то аналитику по этому поводу выдать, потому что вроде как он говорил буквально совсем недавно на Совете Федерации о том, что он за возвращение сроков на 4 года. Вот, но и когда он их, как бы, ну, вроде как эту инициативу поддержал на отмену, честно говоря, становится очень не по себе от этого. Правда. Ну, то есть 36 лет, ну, будем честны, это очень большой срок. И то, в каком состоянии, как бы, находится сейчас наше государство, это ситуация действительно некой стагнации. Либо это, ну, прям совсем, я бы назвал это улиточным развитием. То есть, как бы, мы, у нас вроде там, как бы, 1-2% ВВП что-то растет, но если брать на общее состояние, вообще положение, там, относительно и безработицы, и относительно среднего класса государства, все достаточно плохо. И я считаю, что все-таки он, как человек, который построил эту систему, он ответственен за это. И президент сегодня это менеджер, вот. Поэтому, честно, хотелось бы менять менеджера чаще, чем раз в 36 лет.